Не заросший сорняками огород, а бесхозный участок с коноплей. С ней расправляются так же безжалостно, как и с сорняками. В Астраханской области проходит антинаркотическая операция МАК-2020. С зарослями дикорастущей коноплей борются правоохранители. Метр действительного скопления большой. Перед операцией сотрудники полиции совместно с другими ведомствами проводят регулярные рейды по всей области. Выявляют участки с наркосодержащими растениями. В этом сезоне уже зачищено более 60 гектаров земли. Сегодня участники операции МАК работают в советском районе сразу на двух точках. Около 8 точек на территории было выявлено это в Семиковке, Пролетарский остров, Адмирал Нахимова. Там тоже было три точки выявлено. И также такие точки выявлены были в Левояречной части, улице Левояречная. Коноплю уничтожают даже на небольших территориях, чтобы не допустить разрастания. Если наркосодержащие растения обнаружат на частном участке, сотрудники полиции дают владельцу земли время на ликвидацию незаконной растительности. Время оговаривают не более 10 дней. Иначе жителям выпишут штраф. Физлицу до 5000 рублей, а вот юрлицам от 5000 рублей. Сотрудники полиции уже выписали около трех сотен санкций. Изъято более 9 килограммов наркосодержащих растений за три месяца операции. Граждане должны понимать о той опасности, которую влечет каждый очаг. Потому что возле этого очага, естественно, могут появиться люди, которые совершают противоправные деяния, являются преступниками, осуществляют незаконный сбор наркотических, ну, данного вида растений для изготовления наркотических средств. После вырубки наркосодержащие растения нельзя сжигать. Полицейские выкапывают яму. Глубина не менее одного метра. После чего скошенную коноплю закапывают. Антинаркотическая операция МАК-2020 по области будет проходить до ноября. К операции могут присоединиться и астраханцы. Полиция ждет обратной связи от жителей области. О зарослях дикорастущей конопли можно сообщить на горячую линию регионального МВД. Анастасия Лунькина, Алексей Ягупов, Центр новостей.